Добрый вечер, это тема дня, я Юлия Ковыршина. Впереди майские праздники, долгие выходные, поэтому одна из самых актуальных на сегодня тем, это как обеспечить безопасность мячей, которые поспешат на природу, загород, на шашлыки. Поговорить об этом мы пригласили сегодня в нашу студию начальника главного управления МЧС России по Омской области Владимира Валентиновича Корбата. Владимир Валентинович, добрый вечер. Юлия, здравствуйте. Итак, прогноз погоды на предстоящие выходные более чем благоприятный, синоптики обещают солнце, плюс 20 градусов. Однако у всех еще на слуху ситуация в Хакасии, трагедия, которая там случилась. И поэтому, конечно, нас всех интересует, какая работа ведется у нас для того, чтобы предотвратить возможные трагедии. Вы знаете, вот у меня на днях появилась такая информация, ко мне поступила, что у нас чуть ли там не разрешение нужно будет получать горожанам для того, чтобы выехать на природу, в лес и вот там устроить пикник. Это правда? Дело в том, что действительно сейчас, впоследствии того, что в Хакасии произошло, это и в Красноярском крае, и в Забайкальском крае, лесные пожары, это серьезная вещь. И вы, наверное, сказали, что вот шашлыки. Я бы сказал, что не надо ездить сегодня на шашлыки. Люди боятся, будут, не будут пускать в леса. Действительно, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая вот буквально была на этой неделе, где проходила эта комиссия, были предложения о том, что ввести особый противопожарный режим для того, чтобы предотвратить нахождение граждан в лесах и выход из населенных пунктов именно, чтобы отдохнуть на пикни, на природу. Дело в том, что мы, рассмотрев данный вопрос, комиссионно все-таки приняли решение не вводить никаких противопожарных режимов особых, потому что сегодня у нас обстановка такая, что в лесах у нас становился в основном первый, второй, редко где третий класс пожарной опасности. То есть доля возникновения пожаров, именно связанная в лесах, она недостаточно сейчас велика. Кроме того, что почва, сейчас прошли добильные дожди и паводки, которые проходили у нас в весьма-весьма сложной ситуации, они не позволят выйти именно гражданам на легковых автомобилях в лес, потому что они попросту завязнут, застрянут, и потом нужно будет им оказывать помощь. Помощь это опять-таки будет отвлекать аварийно-спасательные силы Омской области, которые будут предназначены для обеспечения безопасности при проведении праздничных дней. И вот здесь я хотел бы сказать, что к праздникам, к организации именно безопасности населения все службы готовы. Владимир Валентинович, а вот такой вопрос. Ну вот если, например, просто там дикарями, скажем так, в лес будет сложно проехать, да, действительно там можно и забуксовать. А вот туристические базы, да, у нас загородных тоже много, и туда тоже большими компаниями, семьями наверняка омичи отправятся в те же майские праздники. Вы какое-то влияние имеете на бизнесменов, или здесь вот за безопасность отдыхающих только не отвечают? Вы знаете, дело в том, что если это организованная туристическая группа или организованное проведение мероприятия, то организатор, который проводит эти мероприятия, он обязан выполнять все нормы безопасности. Но единственное, что бы я порекомендовал, надо все-таки смотреть. Если будет достаточно жаркая погода, и если будет ветер усиливаться, то при сильном ветре, ну, начиная с 5-7 метров в секунду, не нужно разводить открытого огня. Просто-напросто в целях безопасности, прежде всего, самих отдыхающих, потому что это опасно. То, что организованный отдых где-то будет проводиться в лагерях, в домах отдыха, то, безусловно, этому воспрепятствовать нельзя, и там готовы к проведению всех массовых мероприятий, и лагеря, и туристические базы, они соответствуют нормам пожарной безопасности, потому что мы комиссионно проверяли все объекты, которые будут задействованы в мероприятиях, как и первомайских праздников, так и празднования 70-летия Великой Победы. Эти все места, они обследованы, они готовы. И, кроме того, мы будем выставлять дополнительную резервную технику и пожарных спасателей для того, чтобы дополнительно обеспечить меры безопасности. В общем, у спасателей никакого отдыха не будет, все наоборот, как обычно. Безусловно. Одна из самых распространенных причин лесных пожаров, вы уже о ней упомянули, это так называемые сельскохозяйственные палы, то есть люди самостоятельно жгут траву. Сейчас на федеральном уровне стали очень бурно обсуждать вопросы о необходимости принятия такого закона, который бы очень строго наказывал людей, которые вот этим занимаются. Вы за принятие этого закона? Безусловно. Дело в том, что практика мировая показывает, что, оказывается, сельхоз палы, так называемый, проводятся только в Российской Федерации, только у нас в стране, потому что вообще никакого блага она не несет. Вот у нас пожароопасный сезон в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Умской области был открыт 25-го, или начался пожароопасный сезон 25-го апреля. 26-го апреля уже произошел первый лесной пожар, и он произошел в связи с тем, что собственник земли, причем сельхоз назначения, в прошлом году землю отвел под пар, и ее не обрабатывал, то есть без хозяина относился к этому. Вырос большой бурьян, и он решил этот бурьян сжечь. Причем сжигание этого бурьяна он провел без соблюдения каких-либо правил. Сейчас органы следственные и уполномоченные на это решение проводят следственные действия для того, чтобы привлечь к административной, а может быть даже к уголовной ответственности, то должностное лицо, кому принадлежат эти земли, и кто распорядился для того, чтобы произвести именно вот это сжигание сухой растительности на этом участке. Ведь в Хакасии основной причиной послужило не то, что там вот постоянно отжигают из-за того, что просто при сильном ветре это стечение обстоятельства начали выполнять сельхозработы. Ветер, все, сопрет однозначный. Введение особого противопожарного режима, открытого огня нигде нет. Спички, сигареты, все это может привлечь к тому, чтобы сделать. И то сделать пожар сначала в придорожной зоне, а затем уже ушел в лес. И поэтому даже наши граждане, любители, когда едут по трассе, сигарету в собственной машине выкурил, нет, чтобы ее, говорится, утилизировать в воде, которая есть в машине. Он выкидывает ее, не потушив через окно, и потом, попадая на сухую растительность, происходит пожар. Это, конечно, нужно просто гражданам очень осторожно обращаться с огнем. Еще раз предупреждаю о том, что нельзя шутить с огнем. Это беда. В пользу случаям хочу затронуть еще одну крайне важную тему. Это паводок. Последние две недели мы в наших новостях чуть ли не каждый день рассказывали о ситуации, которая сложилась на севере региона. И губернатор на вертолете лично контролировал ликвидацию последствий наводнения. Как сейчас обстоят дела в затопленных деревнях и селах? Мы ожидаем, что примерно уже через два дня у нас стабилизирована будет обстановка по всей области. Сейчас уже в Большиуках и в Таре идет значительное снижение воды. И вот в населенном пункте Васис, который в Тарском районе был подтоплен рекой Шиш, почти 14 участков. Сейчас уже только два участка находятся, два дома под водой. Ну а дальше от Ирка, то, что происходит снижение и дальнейшее прохождение на север, там пока еще обстановка серьезная и вода уходит крайне медленно. По 5-6 сантиметров в день, но вода уходит. Она приходит в Знаменский район и потом пойдет еще и в Устишимский район. Но все равно полагаем, что после 3-4 дней уже обстановка стабилизируется. Но следом идет природоохранные попуски, которые в этом году достаточно большие. И уже в Чернавском муниципальном районе наблюдается ежедневный подъем ИРТШ в связи с природоохранными попусками именно на ИРТШ. Но здесь мы особой беды не ждем, потому что природоохранные попуски, которые проводит Казахстан, это благо. Это много рыбы, это пойма и река сама очищается. Поэтому надеемся, что от этого бед мы не будем ждать. Ну если наводнение – это стихия, причина которой вряд ли можно назвать человеческий фактор, то вот с лесными пожарами все как раз наоборот. Я возвращаюсь к теме, с которой мы начали. В завершении программы, может быть, вы с какими-то словами обратились бы к мечам, которые уже собирают корзины для пикника и шашлыки маринуют. Лучше это выполнять на дачах, причем соблюдая меры безопасности. Уважаемые граждане, легче всего предупредить пожар, чем его потушить. Вы представляете, сколько сил и сколько потом нервов приходится тратить на то, чтобы те факторы огня, во-первых, это и жертвы, это и получение травм, и самое главное, чтобы потом не восстанавливать все, что сгорит. Сгорает все очень быстро, но восстанавливать это будет трудно. Легче предупредить. Спасибо, Владимир Валентинович, за беседу. Я напомню, что гостем нашей программы сегодня был начальник главного управления МЧС России по Омску области Владимир Корбут. Я благодарю вас за внимание и будьте бдительны. МЧС России по Омску области Владимир Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова